Да, уже 38 гостей, замечательно. Уже 41 гость. Вообще, что такое кризис? Кризис это когда критическая ситуация, то есть слово кризис произошло наверняка, я не смотрела, кстати, словарь, но наверняка произошло от слова критическая ситуация. То есть когда вы работаете или когда система, например, государственная дает какой-то сбой, потому что мы, в принципе, все дети системы определенной, и происходит такая ситуация, может быть, жизненная ситуация, когда вы попадаете в какой-то цитнот, да, то есть вам или не хватает времени, или не хватает средств для того, чтобы осуществить задуманное. А иногда бывают, вы знаете, очень такие серьезные ситуации, предположим, кризис в стране, когда, например, помните, в 98 году у нас был дефолт, и так получилось, что очень много компаний ушли с рынка только потому, что не смогли выдержать вот этот кризис 98 года. Сейчас у нас, я бы сказала, идет вторая волна кризиса, потому что очень страдает сфера обслуживания. Я сама работаю в сфере обслуживания клиентов, соответственно, я вижу по отклику клиентов, что сейчас есть некая такая, знаете, стагнация, потому что рынок насыщен очень большим количеством продуктов. Если вы сейчас посмотрите на прилавки магазинов, то практически все абсолютно есть, все можно найти. Если в таком маленьком городке, в котором живу я, иногда бывает, ну, не все продукты найдешь, но если вы только выйдете за пределы этого города, в какой-то большой, стопроцентно вы можете найти абсолютно все. То есть сейчас нет недостатка в продуктах и в услугах, которые предлагают нам, предлагают нам бизнесмены. В чем же тогда дело? Есть определенный дефицит средств. Если вы сейчас обратите внимание, банки очень свободно дают кредиты, и большое количество людей активно, в том числе и я, активно пользуются кредитами, потому что их очень легко получить. Ну, кредит это такая ловушка, знаете, говорят, берешь чужие деньги отдавать свои, поэтому бывает так, что денег катастрофически просто не хватает, потому что, ну, и доход бывает иногда скачет, то больше, то меньше. Так вот, нам нужно иметь какой-то определенный запас средств для того, чтобы можно было просуществовать на плаву. Но как часто бывает, мы знаем, что у большинства людей этого запаса средств нет. Вот напишите мне, пожалуйста, в чате, у кого есть так называемая финансовая подушка. То есть, когда вы можете спокойно взять, как раньше, да, где берешь деньги в тумбочке, а кто туда кладет там эти деньги, да, кладет жена. Так вот, у кого есть эта финансовая подушка, поставьте, пожалуйста, свои плюсы. И вот сейчас я была в Волгограде, вы знаете, тоже очень много интересных вещей узнала. Оказывается, ваша финансовая подушка должна бы составлять энное количество вашего дохода, который вы получаете в течение месяца. У меня есть жена, замечательно. Вот давайте сейчас посчитаем, сколько, значит, что можно считать подушкой. Итак, для начала мы с вами высчитаем свой месячный доход. То есть, вы сейчас берете, если у кого есть калькуляторы, кто-то столбиком может считать, посчитайте, пожалуйста, очень быстро, приблизительно. Вы потом все это сосчитаете уже самостоятельно, без меня. Значит, сложите, пожалуйста, всю сумму, которая вам приходит в течение месяца. То есть, все-все-все, что вы из разных источников. Что это может быть? Это может быть ваша зарплата, это может быть ваше вознаграждение, это может быть ваша пенсия, да. Это может быть ваши пособия, которые вы получаете от государства. То есть, все-все-все вместе сложите. Нет, только свой, Наташа, только свой складываешь. То есть, мы сейчас считаем час конкретно, будем считать час жизни именно твоей, потому что у мужа свой доход, у тебя свой доход, то есть считаем свой. И теперь разделите это на 720 часов. Почему 720 часов? Потому что в месяце у нас, вы знаете, в среднем 30 дней, и в каждый день у нас 24 часа. Почему мы делим не на рабочий день? Потому что очень часто бывает, что мы практически думаем о своих возможностях дохода, о своей работе, бывает 24 часа в сутки, мы думаем. Ну и если мы рассчитываем час своей жизни, стоимость часа своей жизни, то, соответственно, вам нужно посчитать все часы, которые вы проживаете за месяц, а их 720 часов в месяце. И теперь, посмотрите, есть такой замечательный автор, зовут его Сергей Азимов. Есть книга, называется «Как заработать без стартового капитала». Запишите эту книгу, найдите ее, она продается через интернет, ее можно приобрести. Сергей Азимов «Как заработать без стартового капитала». Вот он в этой книге и приводит замечательный пример. То есть вот Светлана Горбунова написала, что час ее жизни стоит 62 рубля 50 копеек. И можно, как Сергей Азимов говорит, вот здесь вот приклеить табличку и написать «Я привлекательная, обаятельная, замечательная, стою 62 рубля в час». Конечно, звучит это очень удручающе, потому что на самом деле, проживая всю свою жизнь, мы даже детям иногда не можем передать что-либо по наследству большинство людей. И, конечно, об этом надо всегда задумываться. Так вот, кризис, как говорят, да, кризис в наших головах, но на самом деле нужно постараться изменить свой образ мышления и принцип мышления, потому что деньги, они есть повсюду, их только нужно научиться добывать и знать места, где они водятся. Как когда-то я была на одном из тренингов, и мой тренер Елена Мельник, она сказала, огромная масса денег вращается вокруг Земли. На самом деле, как себе прорубить вот этот вот маленький ручеек, который бы тек в ваш карман? И сегодня мы с вами будем рассматривать разные виды дохода, и тот, кто знает, тот помогает тем, мне, да, проводить этот вебинар, потому что у нас есть, я точно знаю здесь, люди, которые впервые пришли на нашу встречу. Бывают какие еще ситуации, когда вы находитесь в глубоком минусе? Вот я не буду приводить примеров, конкретно с именами, фамилиями, но так получилось, что я познакомилась с одной девушкой, у которой очень сейчас трудная финансовая ситуация. Она решила вести свой бизнес, маленький бизнес через интернет, и посредник, взяв деньги, огромное количество денег, это исчисляется десятками тысяч, он просто ее кинул. И что делать в этой ситуации? Потому что здесь на чашку весов брошено благополучие твоей семьи, так как недовольные клиенты будут обязательно подавать жалобы в суд или еще куда-то, и с другой стороны, нужно, конечно, вернуть деньги очень быстро. Так вот, как заработать в кризис? Мы с вами начинаем. Все вы знаете вот эту картинку, это квадрант денежного потока. Давайте сейчас пробежим ее, и я потом вам приведу примеры, и мы рассмотрим с вами, в каких секторах выгодно, в каких секторах невыгодно, и вы мне помогаете. Итак, первый сектор, сектор ЭР, он находится с левой стороны, это сектор, который называется работа по найму. Я сама в прошлом работала по найму, работала в школе, причем у меня стаж 10 лет в школе, 3 года я работала еще заместителем директора по организационно-массовым мероприятиям в детском учреждении. И вы знаете, здесь были свои плюсы, и здесь были свои минусы. Какие были у меня плюсы? И давайте я сейчас у вас спрошу, потому что, в принципе, все здесь, кто находится, они все работали по найму. Напишите, пожалуйста, плюсы работы по найму. То есть, что примечательного есть, и все через это проходили практически. То есть, какие плюсы есть в работе по найму? Соцпакет, совершенно верно. То есть, вы социально якобы защищены, потому что у вас есть возможность пойти на больничный, у вас есть возможность получить отпуск, который вам оплатит ваше предприятие. На самом деле, Сергей, ну нет, есть плюсы, потому что это, может, на вашем уровне плюсов нет, да? Но здесь есть определенные плюсы. Самый главный плюс – это не надо планировать и предвидеть. То есть, не надо брать на себя ответственность за благосостояние своей фирмы. Потому что у вас есть начальник, который принимает решения, и он эти решения спускает вниз, если, конечно, не вы сами начальник, да? И ваша задача – четко выполнять инструкции. То есть, быть хорошим исполнителем. Соответственно, в этом секторе плюсы – не надо думать, надо делать. Второй плюс – это вы имеете стабильный доход. Вот здесь почему-то я не увидела. А, зарплаты каждый месяц, вот Светлана написала, да? То есть, вы знаете, что все равно вы какое-то время поработаете, и через энное время, через 30 дней, а может быть и пораньше, вы получите авансы зарплату, а может быть только одну зарплату. И, вы знаете, вот по поводу соцпакета здесь очень большая иллюзия создается. Почему? Вот я вам сейчас приведу пример. Вот я предприниматель, я работаю по упрощенной системе налогообложения. Вот если здесь предприниматели, напишите, пожалуйста, какой процент платит предприниматель налога на свой доход. То есть, вот весь доход он получил, сколько платит по упрощенке предприниматель свой доход. 6%, большое спасибо. Теперь, а сколько платит наемный работник налогов? То есть, сколько платит только, мы не говорим про предприятие, да, потому что еще предприятие платит определенные налоги. 13%. Теперь напишите, почему разница такая? То есть, почему мы, предприниматели, платим 6, а с наемного работника берется 13? Как вы думаете, почему? Получается, что не очень выгодно, да? И сейчас мы вот подождем. Посредники. Так, совершенно верно, да? Вот если мы из 13% вычтем 6, у нас остается 7%. Эти 7% у нас идут в различные фонды. То есть, если наемный работник эти 7% отчисляет, а у нас, знаете, еще как бывает. Вот бывали ли у вас такие ситуации, когда, предположим, вы заболели, но надо срочно идти на работу, потому что вот, ну, начальник сказал, во что бы то ни стало нужно быть, для того, чтобы выполнить план, для того, потому что некому работать, потому что, еще там потому что, да, тысячу причин. Вот напишите, пожалуйста, было, да, то есть плюсики, да, такое бывает и часто. И вы знаете, я даже книгу сейчас читаю, автор Свияж, называется «Разумный мир». Тоже запишите ее. В этой книге написано то, что женщина на почте работала, и она выходит работать, даже когда нет работников. И вы знаете, у нее была мечта заболеть, вот ей кто-то подсказал, да, что заболею, Дина больничный. Ну, вот она все, все вот эти способы использовала, там и холодное молоко пила, там еще что-то делала, да, но у нее ничего не получилось. Так вот, бывает так, что, бывает так, что очень часто вы хотите, ну, предположим, даже я говорю про больничный, да, то есть если вы заболели, то вы все равно ходите на работу, болеете, заражаете всех окружающих. Я вот в школе работала, у нас вообще доплачивали, если мы целый год не болеем, ходим на работу, то нам еще доплачивали из небюджетного фонда. И вот я больная, чихаю, кашляю на детей, но хожу в школу, чтобы получить вот эти вот гроши. Так вот, на самом деле часто бывает так, что есть люди, которые не пропускают, не ходят на больничные, да, но 7% у них точно так же отчисляются фонды социального страхования, фонды пенсионные, там и так далее. То же касается и отпускных. Некоторые, бывает, отпуск не могут по-человечески отгулять, но 7% у них уже отчислено именно вот в эти соответствующие фонды. Поэтому здесь есть определенные, так скажем, в кавычках плюсы, но есть и минусы. А давайте поговорим о минусах, то есть минусы в этом секторе. Итак, первый минус, который я считаю минусом, это фиксированная зарплата. То есть для меня кажется, что если я работаю лучше, да, ну я, сейчас есть, конечно, гибкие системы тарифных сеток, да, но в основном есть определенный потолок, выше которого ты не прыгнешь. Вот я приведу вам пример, в 2001 году я работала заместителем директора, я зарабатывала 2,300. 2,300 работая по 14-му разряду тарифной сетки, в 15-й разряд это уже директор, то есть я работала замдиректора. Я не могу заработать выше этого дохода. Единственное, если, конечно, какие-то премиальные там, да, может будут, или там какие-то пособия, может быть, еще, да, какое-то дадут. Но на самом деле это вот один из минусов, то есть ты можешь работать лучше, чем кто-либо, но получишь ты ровно столько же, сколько написано в твоей тарифной сетке. Совершенно верно, это работа, определенный график работы, да, то есть ты привязан к часам, ко времени, то есть ты не можешь уйти, тебе обязательно нужно утром рано встать по будильнику, прийти, отработать. Вот у меня все-таки я женщина, и наш город относится к районам Крайнего Севера, и вы знаете, что у женщин 36-часовая рабочая неделя, да, но мы с начальником очень долго воевали со своим, пока я добилась того, что мне он все-таки еще один час выделил дополнительно к обеду, то есть я должна была быть на работе в 9, уходить должна была в 6 часов вечера, но 2 часа я себе обед отвоевала. Ну сколько нервов это стоило, и то, потому что я вот набралась смелости, к нему подошла, а ведь сколько людей просто не набирается смелости, да, и в принципе есть определенное нарушение. Начальник всегда прав, совершенно верно, я, кстати, своему начальнику благодарна сейчас, несмотря на то, что у нас были некоторые разногласия, но тем не менее я у него многому научилась, и хорошему тоже, потому что каждый начальник это наш учитель, и мы должны брать не только плохое видеть в нем, но еще и видеть хорошее. Ну что ж, мы поговорили с вами о сегменте работа по найму, и здесь вы видите, что есть и свои плюсы, и есть свои минусы. Давайте посмотрим следующий сегмент, который называется собственник, да, сегмент с буквой С. Собственник это малое предпринимательство, то есть собственник это человек, который уже начинает работать на себя, он уже знает, что когда он приходит на работу, все зависит от того, сколько времени и насколько эффективно он построил свой рабочий процесс, столько он и заработает. Здесь есть тоже свои плюсы, вы можете писать по ходу их в чате, а я буду озвучивать. Какие плюсы здесь есть? Первое, у тебя уже, ты хозяин своего маленького предприятия, то есть ты уже сам понимаешь, что ты работаешь на себя, и ты можешь сегодня работать, завтра ты можешь отдыхать, послезавтра ты можешь снова работать. Есть, ой, так по-английски очень плохо тут читается, поэтому переведите на русский, пожалуйста. Здесь вы тратите время, и за это время вы получаете определенный доход, но здесь есть и минус. Минус в том, что сегодня вы работаете здоровы, у вас все замечательно, а завтра может получиться так, что вы заболели и не можете пойти работать на себя. В основном это мелкие собственники своего бизнеса, малый бизнес, это, например, это парикмахеры, которые стригут сами своими руками, это таксисты, которые работают, таксуют, но сейчас уже в принципе запрещено таксистам, частникам работать, но тем не менее все равно это встречается неофициально. Это, может быть, мелкие лавочники, да, то есть, например, те, кто на рынок привозит свой товар и сам стоит у прилавка. Есть клиентов, совершенно верно, есть доход. Нет клиентов, нет дохода. Идете работать, время тратите, есть доход. Не работаете, нет дохода. У меня в жизни был такой случай. Вот вообще я работаю в сетевом бизнесе, и у меня есть иное количество клиентов. Я вам приведу простой пример. Я сломала ногу. Вот представьте, я человек, который работал на себя, раздавала каталоги, собирала их и получала немедленную торговую прибыль. И вот однажды я сломала ногу и не смогла своим клиентам принести каталог. И вы знаете, естественно, в этот месяц я заработала очень и очень мало. Вот те клиенты, которые меня любили, уважали, ну и которые, так скажем, находчивые, да, они просто сами мне позвонили, где-то увидели каталог и сказали, что Наташа, вот нам принесли каталог, но мы хотим тебе заказать. Ну это вот было здорово, потому что я сидела дома с сломанной ногой. А вообще, конечно, этот сегмент бывает не очень выгоден, потому что здесь нужно оплачивать аренду, оплачивать обязательно какие-то расходы, там транспортные и так далее, если, например, вы за товаром едете. Или даже стричь, да, то есть вы стрижете, можете дома стричь, но во что превратится ваш дом. И здесь все время надо работать. Вот это вот минус такой самый основной, нельзя останавливаться, нужно работать все время, потому что как только вы остановитесь, получается, что и доход ваш тоже, поступление дохода остановится. И здесь время вы точно так же, как и в сегменте работа, обмениваете на деньги. Только здесь вы можете обменять большее количество времени на большее количество денег, чем, например, в этом сегменте, который мы разбирали в предыдущем случае, наемные работники. И вот обратите внимание, что вот эти два сегмента, наемные работники, работа, да, и собственники, это сегменты бедных людей. То есть сегменты, из этого, значит, это называется квадрант денежного потока, и вообще предложил, вообще придумал его такой известный предприниматель Роберт Киосаки, у него есть замечательная книга, которая так и называется, квадрант денежного потока. Кто еще не читал, его можете почитать. Он сказал, что для того, чтобы перейти в правую половину, нужно кое-что, вы мне в чате напишите, что же нужно для того, чтобы перейти в правую половину этого квадранта, уже в сегменты богатых людей. Это сегмент бизнес, это сегмент инвестирования. Совершенно верно, Сергей, спасибо за подсказку, нужны деньги. Какие, где же взять денег, если работая по найму, много не скопишь, кредиты тоже не подойдут, да, ну, то есть есть, конечно, вариант взять кредит, да, на раскрутку бизнеса. Везде для того, чтобы раскрутить бизнес, нужен стартовый капитал. И этот стартовый капитал должен исчисляться, может быть, даже сотнями тысяч рублей, в зависимости от того, какой бизнес вы хотите замутить. И обычно говорят, для того, чтобы перейти из левого сегмента собственника в правый сегмент бизнес, нужно не менее трех лет, для того, чтобы скопить вот этот начальный капитал. Возвращаемся к нашей финансовой подушке. Вот финансовая подушка, о которой мы с вами говорили, она может как раз и служить вот этим вот капиталом, который вы можете вложить в свой бизнес. Сколько же процентов должна быть эта финансовая подушка? Напишите, пожалуйста, сколько, как вы считаете, сколько, вот доход вы свой уже посчитали, то есть, сколько процентов от вашего дохода можно откладывать вот эту финансовую подушку? Так, совершенно, Анна, правильно, 10%, то есть, десятину. Причем, это те деньги, которые вы платите самому себе, как бы вам не было тяжело. У меня просто есть знакомая, то есть, моя коллега, она живет в городе Архангельске, зовут ее Елена. Она говорит, вот даже когда я выплачивала кредит за машину, я всегда откладывала десятину из всего своего дохода. И даже за то время, когда я выплачивала кредит, я сумела накопить энное количество денег. Это очень сложно. Я сама начинала несколько раз эти 10% откладывать, но все время залезала вот в эту вот финансовую подушку. И, конечно, ничего из этого хорошего не получалось. Потом я стала откладывать на сберкнижку. На сберкнижке у меня накопилось даже энное количество там денег, достаточно большое. Но в один прекрасный момент, кризисная ситуация возникла, я опять все сняла. И вот, побывав на Волгограде, на семинаре, я снова решила, что, наверное, надо снова возобновить. Но, наверное, сделать такой вклад, с которого нельзя снимать. Теперь, какие у вас есть варианты для того, чтобы объем этой финансовой подушки, сколько он должен быть. То есть, когда можно уже туда залезать, вот в эту кубышку. То есть, у кого какие варианты. Каков объем должен быть этой финансовой подушки. То есть, сколько нужно накопить. Сколько нужно накопить для того, чтобы вы могли уже спокойно потом брать оттуда деньги. К минимуму, который должен там лежать. Волгоградцы, помогайте. Ну, это аж нет, не миллион. Так, кто был в Волгограде, чтобы хватило на 6 месяцев. Нет. Так, 4 зарплаты. Ну, почти горячо. Горячо. Вообще, привет из Волгограда. Да, напишите, сколько должно там быть. 3 зарплаты, совершенно верно. То есть, там должно быть 3 ваших месячных дохода. Вот это вот минимум. Минимум, который у вас должен быть отложен в финансовую подушку. Тогда вам любой кризис нипочем. Теперь дальше. Как распоряжаемся с этой финансовой подушкой? Вы, вот предположим, когда вы накопили вот эти 3 своих минимальных, 3 своих месячных дохода, все, что поступает сверху, вот это вы можете тратить. Но у вас эта сумма, вот эти 3 дохода, она должна оставаться неизменной. И причем тратите вы не так, что вот у вас поступило, и вы сразу расходуете. Нет, тратите по необходимости. То есть, когда возникает какая-то критическая, кризисная ситуация. Вот, ну, Бодо Шефер говорит 6, да. Есть такой очень хороший аналитик финансовый, Бодо Шефер. У него есть замечательные книги, почитайте. Но вот на семинаре у нас прозвучало 3. По крайней мере, даже если 3 накопите, будет замечательно. У кого особенно доход высокий на сегодняшний момент, я думаю, что 3 накопить внушительно. Причем, вот по поводу десятины. Вы знаете, если ваш доход в месяц составляет 10 тысяч рублей, то вы абсолютно спокойно можете прожить и на 9 тысяч. Разницы, вы даже не почувствуете, что так как это тысяча для вас не сыграет абсолютно никакой роли. Если мы говорим, например, о каком-то откладывании денег. То есть вы можете откладывать не 10%, вы можете откладывать там, например, больше процентов. Но смотрите, чтобы вы от этого не страдали. Так, теперь давайте поговорим о сегменте бизнес. Вот, предположим, деньги можно накопить таким образом. Я знаю, у меня есть приятельница, она, у нее свой цветочный салон в городе Котласе. И она таким образом накопила свой финансовый капитал на развитие своего бизнеса. Вы знаете, она просто в свое время занималась всем, чем возможно. То есть она много делает руками. Дизайнер, да. Она привозила, продавала журналы. То есть она хваталась абсолютно за любую работу. И все денежки, то есть зарплату, на зарплату они жили. А все денежки, которые она зарабатывала дополнительно, она складывала вот в эту вот финансовую подушку. И когда она решилась открыть свой бизнес, у нее уже был стартовый капитал. Она не брала кредиты в банке. И это замечательно. А на что нужен стартовый капитал? На аренду помещения нужен, на закупку материалов, на, может быть, на оборудование, на зарплату работникам и так далее. То есть и через энное количество времени, там, например, кому-то год требуется, чтобы купить свои затраты, кому-то меньше. Но, тем не менее, все равно для того, чтобы открыть бизнес, нужен стартовый капитал. Так вот, чем отличается бизнес от вот этого сегмента собственник? В бизнесе у вас есть система. Система, в которой работают люди. Вот здесь написано, люди работают на вас. На самом деле вы экономите свое время, вы просто нанимаете других людей. И вы, значит, эти другие люди приносят в ваш бизнес, делают определенное, так скажем, тратят свое время для того, чтобы принести деньги. Не только себе на зарплату, но еще и вам. И очень важно здесь создать правильную бизнес-систему, потому что если бизнес-система будет прихрамывать, так скажем, да, то вы очень быстро прогорите. Здесь очень важно очень все просчитать. Вот у нас, например, у меня есть конкретный, даже показательный пример. У меня есть знакомые, которые решили открыть магазин детской одежды. Они сняли помещение, закупили товар, выложили его, но не просчитали рентабельность, не просчитали спрос. И через 2-3 месяца им пришлось магазин свой закрыть, потому что открыт он был в не очень удачном месте. Во-вторых, хоть и давалась реклама, но таких магазинов детской одежды в городе очень и очень много. Соответственно, затраты на аренду, затраты на зарплату работникам, затраты на рекламу, все они ушли в глубокий минус. И магазин пришлось закрыть и бизнес свернуть. Поэтому вот традиционный бизнес, он работает таким образом, что если у вас нет большого количества денег, то очень сложно раскрутиться и встать на ноги. Почему? Как вы думаете, почему? Есть еще минусы в этом сегменте. Но плюсы здесь очевидны. Плюсы то, что вы экономите свое собственное время, и на вас работает энное количество людей. А минусы здесь, вот один из минусов для меня, например, это, так скажем, нестабильность системы в чем? Так как вы нанимаете людей, то не все люди могут качественно выполнять свою работу. Иногда бывает, вы можете платить деньги. Вот есть такой ресторатор Новиков. Я когда-то слушала с ним интервью, который брал Олег Тиньков, ну такой известный ресторатор Новиков. И Олег Тиньков задал ему вопрос, скажи, пожалуйста, почему ты решил продать свои успешные рестораны? Ну и отойти, стараться, ну вот от чести ресторанов просто избавиться. И вот этот господин Новиков сказал, говорит, просто очень много воруют. Он говорит, я проверил один из ресторанов, 200 человек мертвых душ. То есть кто-то за них получал доход, соответственно, да, то есть мертвые души просто числились, на самом деле деньги уходили в неизвестном направлении. Вот такое часто бывает в традиционном бизнесе. Еще второй минус – это конкуренция. То есть высокая конкуренция, потому что, вот если мы приведем к примеру детского магазина, то девушка, которая открывала магазин детской одежды, не посчитала, что у нас в городе еще таких 3 или 4 или 5 магазинов. И причем есть такие, которые работают много лет. Вот у меня ребенку 15 лет. Я еще на рынке у владельцев одной из торговых точек сейчас детской одежды покупала вещи, когда у меня ребенок только родился. Представляете, уже 15 лет бизнесу детской одежды, уже крупный такой торговый центр есть. Соответственно, очень сложно маленьким магазинчикам конкурировать с крупными торговыми точками. И конкуренция в этой сфере очень и очень большая. Что в собственниках, да, в малом бизнесе, что в крупном бизнесе. Здесь очень важно именно занять нишу, которая на сегодняшний момент является не занятой в вашем городе. Поэтому, если вы будете открывать большой бизнес, или даже вы будете планировать малый бизнес какой-то свой, то обратите внимание на то, присутствует ли на вашем рынке, в вашем городе этот продукт. Обязательно изучите конкурентов. И посмотрите, может быть, какой-то из товаров в этом сегменте, они не продвигают. Предположим, они продают коляски, детскую одежду, но не продают, например, электронные виджеты для детей. Там, например, какие-нибудь там соски с подогревом, там еще что-нибудь. Ну, я к примеру привожу, да, может их и в природе, но не существует. Поэтому вот обратите на это внимание. Да, или продавать товар, которого нет в других магазинах. Соответственно, здесь мы, если мы говорим о времени, времени мы тратим уже меньше. То есть наша задача организовать вот эту систему и контролировать обязательно учет и контроль. Но денег эта система нам может принести больше при правильной организации бизнеса. Ну и последний сегмент – это инвестирование. Во что можно инвестировать деньги? Напишите мне, пожалуйста, в чате, у кого есть какие варианты. Кто во что бы хотел инвестировать деньги свои. Вот представьте, что у вас есть большое количество миллионов. Самые выгодные инвестиции в золото, да, в знания, в недвижимость, в акции. Недвижимость, да, вот видите, недвижимость – самая недвижимая инвестиция. Земля, ну, земля у нас сейчас пока еще не активная такая, да, в обучении дочери. Вообще говорят, самое выгодное вложение – это в себя и в своих детей. Потому что если вы знания вложите новые в свой мозг или в мозг своего ребенка, то эти знания могут принести вам гораздо больший доход. Но если мы говорим уже о бизнесе, да, то есть об инвестировании как о бизнесе, то, соответственно, здесь нужно смотреть, где вы можете получить быстрый процент и как быстро вы это можете получить. Вообще однажды мы хотели приобрести свой личный офис, мы вообще офис арендуем, но здесь хотели, вот, посчитали, что, значит, если мы купим помещение под офис, то мы его, в связи с тем, что мы будем выплачивать кредит, мы возвратим свои деньги. Ну, не возвратим, а мы выкупим его полностью от 5 до 7 лет, то есть от 5 до 7. Вот нам наши родственники, которые имеют бизнес с недвижимостью, они сказали, что это очень долгая окупаемость, вообще рекомендуется до 5 лет. То есть если у вас ваши средства, которые вы вкладываете, окупаются до 5 лет, то это, в принципе, хороший вариант. Вообще желательно, чтобы они как можно быстрее вернулись вам обратно. Поэтому здесь, значит, здесь нужно обязательно смотреть, во что вы инвестируете. Какие есть плюсы в этом сегменте, в инвесторах? То есть плюсы это то, что в этом сегменте деньги работают на вас. То есть вы можете свое время тратить уже на свое усмотрение. И если вы изучили уже бизнес-систему инвестирования, а есть очень большое количество различных фондов, например, есть там такой фонд Forex, где играют, да, то есть на разнице. Я просто знаю, что там, в принципе, у компьютера целыми днями сидят, потому что нужно следить за скачками доллара, да, и уже покупать или продавать эти доллары. Но это, например, не для меня, да, потому что я не хочу время свое тратить. То есть лучше деньги вложить во что-то другое, когда, например, та же недвижимость или, предположим, ценные бумаги или там еще что-то. Поэтому здесь есть свои плюсы и здесь есть свои минусы. Но минус, он практически похож на все остальные сегменты. Везде этот минус есть во всех четырех сегментах. Напишите мне, пожалуйста, кто догадался, что это за минус. То есть вот в этом сегменте инвестирования есть минус, который присутствует во всех остальных сегментах. Нет, не время. Нет. Так, что же это? Риск. Молодец, Ольга, риск. То есть вы можете неудачно вложить деньги. Сколько обманутых вкладчиков, которые вложили деньги в строительство квартиры, сколько мы смотрим по телевидению различных передач о том, что их обманули, деньги украли и так далее. И даже вот возьмите пример. Девушка, которую я сегодня приводила, да, то есть неудачно вложение денег, да, то есть рассчиталась с посредниками за товар и просто кинули. И поэтому риск есть абсолютно везде. Риск есть в сегменте инвестирования. Вы неудачно вложили риск есть в бизнесе, разворуют, да, или, предположим, бизнес-система рухнет, или она просто недостаточно хороша. Риск есть в собственниках. Вы можете заболеть, да, и не выйти на работу. И риск есть в работе по найму. А какой же риск в работе по найму? Кто знает? Скажите, пожалуйста, тем, кто не знает. Риск именно вот в этом сегменте работа по найму. Сокращают, совершенно верно. Могут уволить, сократить. Могут уволить, подсидеть, сократить. И вы лишитесь даже очень хорошей работы. Вот смотрите, мы с вами разобрали 4 сегмента, через которые к нам поступает наш доход. А теперь давайте я сейчас вот вам табличку покажу, которая немножко расшифровывает вот эти вот 4 сегмента. Вот смотрите, значит, здесь преимущество зарплата, есть минус риск увольнения, отсутствие выбора, зависимость от начальника, от его настроения, потому что я ходила, когда на работу, у меня, знаете, я была зависима от настроения начальника, и все работники были зависимы от этого. Возраст, потому что пенсия, да, и все равно дорогу молодым. А может, иногда наоборот, и молодых не возьмут, это возьмут больше пенсионеров, то есть такая дискриминация. Или, например, мамы с маленькими детьми в основном не берут на работу, потому что это не очень выгодно, ребенок будет болеть, а нужно работать. Малый бизнес и предприниматели, они превращают деньги во время, но есть здесь тоже определенные риски. Большой бизнес, другие специалисты, которых вы нанимаете, работают на вас, вы экономите свое время, они приносят деньги. И здесь, кстати, написано, видите, минимальные риски. То есть риски есть, но минимальные. Если у вас все соблюдено, если вы все-таки раскрутили свой бизнес, то он вам приносит доход, причем стабильный. Инвесторы, ценные бумаги, бизнес, недвижимость, ну и, соответственно, время и доход. Напишите, пожалуйста, кто в каком сегменте хотел бы очутиться. То есть вот давайте так. Напишите первый вариант, в каком сегменте вы сейчас находитесь. Например, пишите у нас, сейчас я вам верну ту табличку предыдущую по буквам. То есть пишите первый сегмент, первую букву ставите, в каком вы находитесь, а второй, в котором вы хотели бы находиться. Так, значит, Ирина находится в собственник, как собственник, да, малый бизнес хочет в бизнес попасть. Так, бизнес-инвестор, собственник-инвестор. Вы знаете, вы можете абсолютно совмещать даже несколько секторов. То есть такое возможно. Вы можете работать по найму и сэкономленные средства из финансовой подушки инвестировать в какие-либо проекты. Вы можете быть собственником малого бизнеса, но уже раскручивать бизнес-систему. То есть работать и сами, и нанимать людей. Поэтому здесь абсолютно все сегменты можно совмещать. И вот большинство людей у нас, которые здесь присутствуют, они являются собственниками своего бизнеса, малого бизнеса, да, и хотят попасть в инвесторы, да, то есть хотят в большой бизнес попасть и в инвесторы. Вы знаете, вот когда я готовила эту тему, у меня была первоначальная идея пригласить на нашу встречу предпринимателей из разных сегментов. То есть пригласить того, кто по найму работает, пригласить того, кто собственник, пригласить того, у кого бизнес. Ну, вы знаете, они все отказались, да. Почему? Потому что, в принципе, никто не хочет делиться своими секретами. Ну, большинство людей, да, не хотят делиться своими секретами и рассказать о том, как они именно заработали. Почему? Потому что в этом сегменте конкуренция, в этом сегменте конкуренция, в этом особо и похвалиться нечего. но инвесторы, они вообще всегда сохраняют такую, знаете, такую тайну своего, да, может быть боятся, что сглазят, может быть, у кого-то, кстати, не было, ну, нет навыка, например, выступления, поэтому они не захотели выступить, поэтому так получилось, что исходя из того, что я предложила людям, которые занимаются традиционным бизнесом, я поняла, что все то, что на сегодняшний момент существует в традиционном бизнесе на нашем рынке, оно все-таки нестабильно разберется, что сглазить, и я вам сегодня расскажу об одной уникальной системе, которая очень легко, очень, я скажу, знаете, так просто, но нелегко, наверное, очень просто поможет вам заработать энное количество денег, вот, эта система называется система MLM, вот, в которой работаю я, я предприниматель именно этой бизнес-системы, так, сейчас, подождите, я вам сегодня подскажу, как можно быстро заработать без вложений больших, да, сейчас, подождите, у меня тут, Найду нужный слайд. Вот, вот, смотрите, значит, это система MLM, что такое MLM? Это Multi-Level Marketing, вот, вы знаете, что есть традиционная продажа и традиционное продвижение продукта через розничные сети, поставьте плюсик, кто знает, что это за розничная система продвижения товара, это когда вы приходите в магазин и покупаете продукт, который вы видите на прилавке, то есть, причем, вы сами туда приходите и сами выбираете продукты. Если вы работаете в соцсетях, вы создаете группы и начинаете всем предлагать свой продукт, будь то детская одежда, будь то продукты какие-то, ну, например, там, многие продвигают, ой, что там, услуги свои, например, да, то есть, это конкретно продажа конкретному клиенту и конкретному покупателю. Вот, смотрите, здесь у меня находится тот же самый квадрант денежного потока, но обратите внимание, я сейчас вам систему MLM, вот этого Multi-Level Marketing, то есть, это система продаж через сети, покажу именно на примере квадранта денежного потока, то есть, наемных работников в этой системе продвижения продукта нет, потому что здесь каждый работает на себя, и вы все знаете, что есть компании, которые продают товар по каталогам, то есть, это большое количество косметических компаний, компаний, которые продвигают бытовую кимию, пищевые добавки, одежду, то, вот, вы знаете, даже сейчас традиционный бизнес использует элементы вот этого системы MLM, например, я сама сталкивалась с этим, например, компания МТС, МТС объявляла акцию, называлась она «Приведи друга», «Приведи друга», который купит сим-карту МТС, и тебе, и другу компания МТС кладет на счет по 200 или 300 рублей, то есть, компания продавала свою услугу, свой продукт, поэтому здесь точно так же эту систему можно разложить на квадрант денежного потока, например, раздел, который называется «Малый бизнес», то есть, «Примая продажа продукта», вот тот, кто работает продавая по каталогам, вы все знаете, что есть большое количество консультантов, которые продают товар по каталогам, и они получают прибыль с этих продаж, продавая продукцию по каталогам, соответственно, эту прибыль они уже кладут себе в карман, но можно ли много заработать, можно ли здесь заработать десятки тысяч рублей? Нет, потому что все время надо бегать, вот как вот парикмахер все время надо стричь, то здесь надо все время бегать с этим каталогом для того, чтобы заработать, и помните, я вам рассказывала, я сломала ногу, я не смогла унести каталоги, соответственно, я не получила в тот месяц должного дохода, и это не очень удобно, а вот создание сети потребителей мы относим уже к сегменту бизнеса, то есть, каким образом создается сеть потребителей, я чуть-чуть попозже расскажу. Сеть потребителей – это те люди, которые пользуются продуктом. Предположим, вот давайте я вам приведу пример, вы продаете, давайте детскую одежду, раз сегодня о детской одежде говорим, значит, вы продаете детскую одежду, вы предлагаете всем, хоть оффлайн, хоть онлайн, вы предлагаете всем этот продукт, люди заказывают вам, вы берете у них деньги и отдаете им этот товар. Вы решили создать сеть потребителей, например, у вас есть клиент, который зовут, предположим, Маша, и Маша сказала, что ей очень нравится ваша услуга, очень нравится ваш продукт, который вы продаете, и она решила порекомендовать вас своей подруге, которую зовут Наташа. Наташа пришла к вам, вы продали ей детскую курточку, и в этой ситуации выгоду поимел клиент, потому что он приобрел курточку, может быть, по выгодной цене, и выгоду приобрели вы. Но здесь абсолютно нет выгоды у Маши, которая порекомендовала ваш продукт. Но если бы вы сделали ей скидку, то как вы думаете, Маша бы больше пригласила своих подруг или нет к вам за детской одеждой, пусть даже, может быть, не куртку, может быть, там какие-то другие вы вещи продавали. Хочу дождаться ответа, да, то есть вот один человек написал, конечно, да, то есть я задаю очевидные вещи, знаете, для чего вопрос задала? Для того, чтобы узнать, здесь вы или вы уже ушли. Поэтому совершенно верно, было бы выгодно и Маше, и Наташе, да, и Наташа бы пригласила уже своих друзей. Так вот, таким образом создается сеть потребителей. Но если, предположим, Маша пригласила раз, пригласила два, пригласила три, и особо выгоды ей никакой нет, то, соответственно, она и не будет потом приглашать, приглашать, если, ну, просто сама этого не захочет, потому что ей ни горячо, ни холодно от того, что вы зарабатываете деньги на продаже товара. Так вот, следующий сегмент – это инвестирование. То есть как вообще в МЛМ-бизнесе происходит инвестирование? Предположим, у вас появляется человек, который хочет заработать больше, который хочет продвигать больше продукции, чем, предположим, он бы продавал вот здесь, в этом сегменте. И вы начинаете инвестировать в это человека время. Ну, может быть, каким-то образом вы инвестируете и деньги свои, да, потому что какие-то подарки вы делаете, какие-то акции проводите, как-то стимулируете, мотивируете его. Но на самом деле больше всего мы инвестируем совершенно время. Нет, Юлечка, слайды уже другие, ты выйди, зайди снова. Мы инвестируем здесь в человека. И вот если этот человек заработает, предположим, продаст большое количество продуктов через сеть потребителей, то есть организует вот этот товарооборот через сеть потребителей, то компания, которая продвигает этот продукт, она будет платить пожизненно вам определенный процент. Вот мне, например, компания платит процент 4% с товарооборота, а товарооборот составляет от 150 до 170 тысяч, иногда выше. То есть это только у меня столько. Есть люди, у которых товарооборот составляет гораздо большее количество денег, чем у меня. То есть это вы можете инвестировать в одного человека свое время, обучить его, да, вы можете инвестировать в другого человека, в третьего, и так до бесконечности. Это вот как открывать новые магазины. Вы открыли магазин, решили открыть сеть магазинов, да, и открыли два магазина, это один доход. Открыли пять магазинов, это другой доход. Вы прекрасно понимаете, что те магазины, которые имеют разветвленные сети, а назовите мне, пожалуйста, примеры этих магазинов, которые вы знаете, которые имеют очень разветвленную сеть магазинов, то есть их так и называют сетевые магазины, напишите здесь, они все живут очень хорошо, у них и товар, кстати, дешевле всегда, потому что они покупают оптом, очень большое, закупают огромное количество товаров, магнит, совершенно верно, еще какие, знаете, магазины, запишите, так, нет, Евгения, если вы говорите про котловские, Глория Джинсы центральные, это не сетевые магазины, там у них есть, может быть, какие-то сети, да, у них отделы, мы говорим про крупные сети, Пятерочка, М-видео, Техновидео, что еще у нас есть, Лента, Метро там, да, и так далее, вот смотрите, огромные глобальные сетевые магазины, которые по всему, по всей нашей России, Ашан, Эльдорадо и так далее, совершенно верно, вот чем крупнее и разветвленнее сеть, тем дешевле товар, потому что закупается оптом и, соответственно, продается уже по более низкой цене и выгодно, потому что опт дешевле, там огромные обороты идут и покупается часто напрямую у производителей. Что же касается бизнеса MLM, то инвестирование в лидера, чем больше у вас будет лидеров, которых вы инвестируете свое время, которых вы научите зарабатывать больше, которых вы научите создавать сети потребителей, то тем больше у вас будет доход. Ну, давайте двигаться дальше, как же выбрать компанию, по какому принципу выбирать компанию для того, чтобы заработать быстро в кризисной ситуации, причем, вы знаете, это одна из возможностей заработать очень большие деньги в очень короткие сроки. Я знаю примеры, когда за три недели зарабатывался доход от 30 тысяч рублей. Есть масса таких примеров, когда сразу вы работали 30, потом следующие, уже предположим, календарные периоды доход увеличивался. И те, кто относится здесь к системе MLM, прекрасно знают, что таких примеров огромное количество. На что обратить внимание при выборе компании? Я сейчас не называю конкретно компанию, даже не называю ту компанию, в которой я работаю, но я вам говорю, как не потеряться в обилии компаний. Вы должны обратить внимание на три составляющих. Первое, это компания сама, то есть, сколько она на рынке присутствует, какая у нее репутация и так далее. Вы должны обратить внимание на продукт, который она продвигает и обратить внимание на маркетинг-план. Теперь давайте разберем все более подробно. Итак, первое, нужно обязательно при выборе вот этого вида дохода обратить внимание на компанию. Первое, доступный взнос должен быть до стартовый комплект. Если вам предлагают заработать в сетевой компании, компании MLM, и просят вступительный взнос 10 тысяч рублей, то бегите скорее из этой компании. Почему? Потому что здесь налицо прямая продажа. То есть, вам просто продают набор продуктов на определенную сумму, 10 тысяч рублей, неважно, надо вам эти продукты или не надо. Поэтому доступно должно быть именно вступление, стартовый взнос в эту компанию. За что вы платите стартовый взнос? Вы платите его не за воздух, а за определенный комплект материалов, который приходит. Это может быть книги, это может быть диски, это может быть каталоги, прайсы и так далее. Поэтому обязательно обращайте внимание, чтобы взнос был доступный. Дальше. Надежность компании. Обратите внимание, сколько компания лет работает на рынке. Вообще рекомендуется сотрудничать с компанией, которая более 7 лет на рынке нашей страны, именно нашей страны. Некоторые, вы знаете, совсем недавно меня в очередной раз звали в одну из уникальных, в кавычках, да, компаний, которая только-только еще пришла на рынок России. На самом деле, каким образом вы будете там получать деньги, если они только-только пришли на рынок? Это значит, что еще нет никаких устоявшихся схем, да, получения вот этого вознаграждения. Это значит, что вы, значит, предположим, правила работы компании могут меняться в связи с законодательством российским. Поэтому выбирайте компании, которые уже более 7 лет работают. Вот я работаю в компании, которая 45 лет уже работает на рынке мира и более, так, с 92-го года в России, так, это получается 18-20 лет. 20 лет работает на рынке России. Соответственно, все уже устоялось. И помните, да, переход из, особенно вот не доверяйте молодым компаниям, которые только-только появились. Особенно я не доверяю нашим российским компаниям, молодым. Вот есть компании, которые много лет уже себя зарекомендовали, и уже много лет у них есть определенная уже сеть потребителей, определенный уже продукт, который с годами нисколько не, ну, не меняется, да, например, становится неизменным ассортимент. Поэтому обязательно вот на это обращайте внимание. Дальше. Ну, тут вот цифра 2 написана, на самом деле цифру 3 надо написать было, да, то есть она должна быть членом Российской Ассоциации Прямых Продаж. Значит, членом Ассоциации Прямых Продаж. Вот здесь есть ссылочка на сайт. Вы можете туда зайти. Это сайт Ассоциации Прямых Продаж и посмотреть, какие компании сетевые уже являются членами Ассоциации Прямых Продаж. Дальше. Четвертое. Готовая инфраструктура уже должна быть. То есть система доставки продукта, сайты, система оплаты должна быть уже налажена. Потому что если вы не знаете, каким образом заказать товар, не знаете, каким образом его получить или его оплатить, это уже очень сложно. И плюс еще очень большое значение играет скорость доставки. То есть я, например, один раз столкнулась с таким вариантом. Я заказывала в одной из косметических компаний продукцию. Она еще не работала тогда по схеме сетевых продаж, но продавала продукцию через интернет и через каталоги. Каталоги, которые вкладывались в журналы женские. Мы заказали продукцию к Новому году, то есть в декабре месяце, а пришла она нам после 8 марта. И так как там были туалетные воды, которые мне очень хотелось иметь, а мы заказывали в складчину со своими подругами, мне пришлось вот эту всю посылку выкупать. Хотя можно было бы отправить и обратно, но я все-таки выкупила очень большое количество. У меня вот эти валялись просто продукты, потому что девчонки, которые со мной вместе заказывали, они отказались. Они сказали, что даже 8 марта уже прошло, а они там и мужьям заказывали туалетные воды, и себе там заказывали подарки, и там свечки какие-то ароматические и так далее. То есть, конечно, вот такой сервис, он совершенно не актуален, поэтому обращайте внимание, сколько доставка, сколько процентов берется за транспортные расходы. Есть ли кредит, например, для того, чтобы выкупить товар, или нет кредита. Иногда бывает есть компании, которые всем абсолютно начисляют кредитные. То есть, вы можете взять товар, купить его, например, и не оплачивать сразу. Разнесли там своим клиентам, предположим, и принесли деньги, заплатили. Но, если есть компании, которые предлагают выбор, например, вы можете взять товар за наличный расчет, а можете в кредит, то я считаю, что излишне платить дополнительно кредит, там, например, 2% или 5% разные компании по-разному берут. То есть, выбирайте вот те компании, где вам будет наиболее выгодно. Ну, и должна обязательно быть отработана система построения бизнеса, потому что я предлагаю в сетевых компаниях не зарабатывать на продажах, а именно зарабатывать на организации построения бизнеса. Что же мы можем сказать о продукте? Продукт должен быть быстрорасходуемым. Это очень важно, потому что, если вы будете продвигать определенный продукт в этой системе, то если этот продукт будет долго расходоваться, например, есть вот компании, которые продают средства там для чистки газовых плит или там для стирки белья, и они говорят, наш продукт используется полгода, вы полгода можете использовать. Вопрос, на чем я буду зарабатывать, если я буду продвигать такой продукт, который у меня клиент будет брать только через полгода. Поэтому меня не очень это устраивает. Это опять один из вариантов практически прямых продаж, потому что нужно снова-снова искать новых клиентов, чтобы каждый месяц вам платили зарплату. Нужен обязательно делать товарооборот. Соответственно, если вы его не делаете, а только клиент через полгода у вас будет заказывать продукт, то надо все время постоянно искать новых клиентов. То есть должен быть цикличный спрос. Второе, продукт должен ежедневно использоваться, потому что он должен быть расходуемым. Если человек купил продукт, и он у него лежит на полочке, соответственно, вы опять не заработаете денег. И продукт, какие у нас расходуемые продукты есть, кто у нас тут есть из знатоков, подсказывайте. То есть те продукты, которые очень-очень быстро расходуются, это продукты ежедневного спроса. И вы знаете, некоторые компании продают продукт, который даже не надо предлагать. Вот вы утром, когда встаете и идете умываться, первым делом ваша рука тянется к зубной пасте, она тянется к зубной щетке, она тянется к куску мыла. То есть вот эти продукты, которые даже не надо никому навязывать, потому что это продукты первого спроса. Третье. Важно очень, чтобы качество продукта было хорошее, потому что продукт, если понравится, то его будут приобретать повторно. И это очень важно. Бывает так, что иногда упаковка красивее, а качество не очень. И обязательно должна быть доступная цена. То есть если вы видите, что продукт очень супер-пупер красиво упакован, там с золотыми тиснениями, там все, да. И стоимость продукта очень высока, то сразу знайте, что большая часть денег в этом продукте ушла на упаковку. А содержимое может просто быть ничем. Оно ничем абсолютно может не отличаться от аналогичных продуктов, которые стоят на порядок дешевле. Потому что мыло, если оно идет на растительной основе, то оно, там 100-граммовый кусок не может стоить дороже, чем, например, мыло в других косметических компаниях. Вот я знаю, что есть мыло, которое стоит 100 рублей, есть мыло, которое стоит там 50 рублей и так далее. То есть обращайте на это внимание. Продукция должна быть в ассортименте. То есть для всех категорий, вот когда компанию будете выбирать, нужно, чтобы все категории населения пользовались продукцией данной компании. То есть и дети, желательно начиная с грудничков, и взрослые, и даже люди преклонного возраста. Чтобы пользовались мужчины, пользовались женщины. Чтобы пользовались люди, которые имеют вот такой кошелечек, да, и которые имеют большой кошелек уже, да. То есть, чтобы были продукты категории, там, люкс. И обязательно выпуск новых продуктов подогревает спрос, поэтому линейка продуктов должна обновляться постоянно. Вот таким образом вы присмотритесь к продукту, который продвигает компания MLM, сетевая компания. Ну и маркетинг-план. То есть маркетинг-план в чем заключается он? Что такое маркетинг? Маркетинг – это продвижение продукта конечному потребителю. То есть построение сети потребителей. Называется маркетинг. Ну а план – это план продаж, да. Соответственно, маркетинг-план – это план продаж и построение сети потребителей. Обязательно нужно, если продукцию компания продает по каталогам, обращать внимание на периодичность выхода каталога. То есть чем больше будет периодичность выхода, тем больше у вас будет зарплата. Обязательно должен быть в маркетинг-плане баланс между шириной и глубиной структуры. То есть если вы будете приглашать людей, то нужно, чтобы и в маркетинг-плане была возможность, чтобы и те люди, которых вы пригласили, тоже могли приглашать. Потому что если в маркетинг-плане приглашать можете только вы, то все остальные люди будут не заинтересованы в этом. И это скорее даже не сетевая компания. Это компания прямых продаж, которая продает продукт конкретным потребителям, которые зарегистрированы. Но если ваши люди, которых вы пригласите, тоже могут приглашать других людей, то это наиболее выгодный маркетинг-план, так как вы можете заработать гораздо больше. Помните об инвестировании в других людей. Если вы поможете другим заработать больше, вы сами заработаете тоже больше. Обязательно, желательно, чтобы была передача бизнеса по наследству. Потому что мы очень... Есть конкретные примеры, когда по состоянию здоровья иногда приходилось кому-либо уходить. И вы все знаете, что если вы работаете по найму, например, то на ваше место никогда вашего родственника не возьмут, только разве по блату. Если вы ведете бизнес, не факт, что родственник, который придет на ваше место и будет управлять, бизнес его не развалится. Уже его бизнес или ваш бывший бизнес не развалится. Поэтому здесь очень хорошо, что если будет создана уже определенная система, и бизнес передается по наследству, то ваше дитя или ваш наследник, он может уже спокойно получать процент при ведении этого бизнеса. И может постепенно даже научиться ему. Обязательно должна быть система обучения и обязательно система признания. Что такое система признания? Это вознаграждение, которое вы можете получать. Ну вот давайте рассмотрим один из секторов. Это сектор S продажи. То есть если вы решили выбрать компанию, присоединились к ней и хотите заработать на продажах. Вот многие говорят, что на продажах заработать невозможно много. Да, много не заработать, но если вам нужны деньги в короткие сроки, сделать это реально. Каким образом? Вот вы, у вас есть вокруг окружение ваше. Если, например, вы продвигаете продукты ежедневного спроса, косметические, например, продукты, это очень удобно, потому что все люди в основном моют голову, чистят зубы, пользуются мылом, моют руки перед едой. Поэтому такие продукты продвигать и продавать очень выгодно, так как ваши знакомые 100% ими пользуются. Вы покупаете продукт, даже не покупаете, вы просто показываете каталог своим знакомым, которые делают вам заказы и на разнице зарабатываете. То есть эту разницу вы кладете уже к себе в карман. Это называется немедленная торговая прибыль. Ну вот вам приведу пример. Предположим, у вас есть 5 клиентов, которые сделали заказ по 1000 рублей. Вы 5000 рублей получили со своих клиентов, фирме заплатили 4, 1000 осталось у вас на руках. Но у меня есть знакомая, которая работает в моей компании, которой работаю и я. Зовут ее Светланка, фамилию не буду напоминать. Вот здесь сделан скриншот. Она провела эксперимент и решила 3 недели активно поработать с каталогами. И вот давайте сейчас посмотрим. Здесь это нам не пишет отчет о том, сколько она заработала денег. Значит, вот она пишет, сижу, вот кому не видно, я просто сейчас зачитаю. Сижу, просчитываю. Получается, на руки чистыми получила 7000 рублей. И на номер ушла скидка на чековую книжку 5500. Итога за каталог 12400 чистыми. То есть 12400 она заработала. Первая неделя. На мой номер был произведен заказ по ценам каталога на 6500 к оплате 3143. На руки забрала 3357 рублей. Дальше. На номер сестры проводила заказ на сумму по каталогу 6900 к оплате 5370. На руки 1530. То есть, видите, она пишет, ой, где на руки 1530, это вторая неделя. Третья неделя каталога мало вышла, так как уже активно раздавала следующий каталог. А по седьмому каталогу вышло 1794 рубля. А, вернее, собрала заказ на 1794 рубля. Она на руки 450 рублей только получила. И вот она здесь посчитала. Итога. Вот все суммы сложила. Получилось 787. И на номере 5500, это объемная скидка, которую выплатила ей компания. В итоге она заработала 12587. Работая на продажах каталог. Чистыми 12587. Практически это зарплата, средняя зарплата, например, по нашему городу. То есть, у нас от 10 до 15 тысяч идет зарплата. Но сколько она работала? Она говорит, что я в среднем потратила 4 часа в день для того, чтобы заработать эти деньги. У нее было 40 каталогов, которые она купила. И она эти каталоги раздавала, собирала, раздавала, собирала, раздавала, собирала. И вот таким образом она заработала вот эти деньги. 12587 рублей. Живет эта девушка в Северодвинске. Она моя хорошая знакомая. Поэтому вот, как кто говорит, что на продаже невозможно заработать, можно быстрые деньги, можно заработать. Вот если вам срочно нужно, вот прям вот, знаете, говорят, сегодня нужно. Нужно взять просто каталоги и пойти раздать каталоги, собрать каталоги. А этому вас уже научит ваш информационный спонсор, наставник, который вас зарегистрирует в компанию. Так. Так, Сергей, вы чего тут написали? 2000 равно 21300. Ну вот тут вот я это самое не поняла. Поясните. Теперь смотрите. Сектор B. Построение сети. Обратите внимание, что такое построение сети потребителей. Это когда вы не разносите каталоги людям, а когда вы предлагаете им стать постоянно, современными потребителями этих продуктов. Тогда каждый из этих людей становится уже дисконтным покупателем, он имеет скидку, то есть вы продаете ему, не вы продаете уже, а компания ему продает продукт по цене дистрибьюторской, по той цене, по которой, по оптовой, так скажем, и он еще имеет возможность приглашать своих знакомых. Точно так же. Вот обратите внимание, здесь есть такая схема, это называется потребительская сеть или бизнес-система, которая работает таким образом в MLM компаниях. То есть если мы говорим о розничных продажах через магазинскую сеть, там есть продавец, ну или владелец магазина, есть конечный клиент. То есть конечный клиент не может сказать, дай мне, пожалуйста, ящик шампуня, я его вот продам, а ты мне его продай за полцены, а я уже там сам его реализую. То есть такая схема в традиционной продаже не работает. А вот здесь вот в этой системе, в системе MLM, вот такая вот продажа работает. То есть когда вы можете взять продукт, порекомендовать фирму, где вы взяли продукт другим потребителям, и вам начислят объемную скидку. Какова может быть объемная скидка? Она может быть равна от 3% от вашей суммы продаж в сети до 21%. То есть смотрите, каждый заказанный продукт имеет определенное количество баллов бонуса. То есть для удобства подсчета считают не в рублях, а в баллах бонуса. Ваши баллы бонуса и баллы бонуса группы, которые вы сделали в течение месяца, например, или в течение каталожного периода, они все суммируются. И компания смотрит, на какой уровень вы вышли, и такую скидку вам начисляет. Что касается моей компании, например, 3% это 100 рублей скидочка, совсем маленькая, а 21% это 30 тысяч рублей скидка. На 30 тысяч рублей, вот представьте, вот я 10 лет назад пришла в компанию сетевого маркетинга, компанию MLM. 10 лет назад я продавала своим знакомым продукцию по ценам каталога. Они у меня покупали, я брала там, например, продукт за 4 рубля, продавала за 5 рубль себе в карман. Себе бесплатно на косметику, так скажем. Но, когда мне сказали, что можно не заниматься продажами, а именно строить, начать потребительскую сеть, я всех своих подруг сразу зарегистрировала, предложила им самим оформить дисконтную карту. Они напрямую у компании покупают продукт, мне компания платит процент с товара оборота, 3 до 21%, причем они тоже имеют право и приглашают уже своих потребителей. И таким образом эта сеть может быть просто бесконечной. Вообще, очень многие, тот, кто не разбирается, и тот, кто не знает, говорят, что это там пирамида, секта там и так далее. На самом деле, в пирамиде нет движения продукта. В пирамиде есть только движение денег. Если вы посмотрите финансовые пирамиды, вот сейчас МММ, например, вообще запретили, я не знаю, как в России, но во многих странах вообще запретили. Уже там сажать начинают за то, что люди начинают использовать вот эту систему финансовых пирамид. Так вот, если в системе есть продвижение продукта, а вы помните, да, по каким критериям нужно выбирать компанию, чтобы продукт быстро расходовался, чтобы была достаточно лояльная цена, чтобы был цикличным, чтобы ассортимент продукции менялся, потому что сейчас очень многие компании, якобы, да, сетевые, они как раз, вернее, многие финансовые пирамиды, они как раз маскируются под сетевые компании. Поэтому здесь будьте обязательно внимательны. Так вот, значит, финансовые пирамиды на территории Российской Федерации запрещены. И многие говорят, что сетевой маркетинг – это пирамида. На самом деле, если бы это было так, то давно бы уже прикрыли все эти компании в связи с российским законодательством. На самом деле, все прозрачно, компании работают, значит, это все официально разрешено. И это просто другой способ продвижения продукта конечному потребителю, клиенту. Поэтому объемная скидка начисляется в зависимости от объема в продаж. И вы получаете определенный процент уже себе на номер. Каким образом получить? Зарегистрировать индивидуальное предпринимательство. Вот если до 12, вот до этого уровня еще не обязательно его регистрировать, потому что доход не очень высокий, то с уровня 12-15%, там доход идет уже порядка 10 тысяч в месяц, то можно уже спокойно открывать индивидуальное предпринимательство, платить 6% налог и получать деньги уже законно на себе, на пластиковую карточку. И уже вы будете являться, во-первых, и отчисления в пенсионный фонд будут идти, что очень выгодно, потому что вы еще будете зарабатывать себе на пенсию дополнительно. Ну и вот смотрите, инвестирование, то есть инвестирование сектор «И». И если вы находите человека, который хочет получать доход от 1000 долларов и выше, и начинаете помогать ему строить потребительскую сеть, то здесь вы используете законы инвестирования, то есть вы вкладываете в человека время. Почему? Потому что вы вместе с ним работаете, вы заинтересованы в том, чтобы он быстрее вырос, потому что компания, как помните, я вам говорила, будет платить вам пожизненно процент с товарооборота вот этой потребительской сети. Он может быть, ну вот в моей компании максимально это 4%, причем товарооборот сети может быть абсолютно любой. Он может быть от 150 тысяч и выше намного. Поэтому и может таких людей, вот ему присваивается звание директор этому человеку, потому что еще дополнительно бонусы платятся, я вам сейчас скажу чуть-чуть попозже. Доход от 1000 долларов и выше, то есть может 2000 долларов, может 6000 долларов быть доход, может 10 тысяч долларов. Здесь уже зависит только от ваших способностей, вашего желания. Какие еще есть дополнительные возможности, бонусы? То есть кроме вознаграждения, которое компания выплачивает ежемесячно или ежекаталожно, есть еще дополнительные премии, бонусы, которые платятся всем, кто строит бизнес. Именно не работает на продажах, а именно строит сеть потребителей, организует бизнес-процессы. Вот мне всегда говорят, конечно, вы там на всех наживаетесь, мы как пчелки там работаем, а вы там только получаете. На самом деле любой бизнес нужно организовать, нужно снять офис, нужно снять, предположим, подвести все коммуникации, для того, чтобы люди могли получить товар, могли выдать товар и так далее. Но часто, когда мы берем человека на сопровождение, в которого мы инвестируем свое время, то мы в этого человека вкладываем не только время, но и деньги, потому что мы разрешаем ему работать на территории своего офиса, за который сами платим деньги. Изначально не надо этого бояться, если вы еще не имеете отношения к MLM-компаниям, но хотите очень быстро заработать, то вам нужно обратиться к наставнику, к человеку, который уже является специалистом в этой области, и попросить его, чтобы он вас научил этому, как быстро заработать денег. Вот здесь, да, здесь есть бонус роста, ну вот я здесь, видите, практически двумя руками уже его держу. Это дополнительные бонусы, которые выплачивает моя компания, и в принципе это не самый большой бонус, у нас самый большой, это миллион долларов, которые можно получить, и в принципе в 2009 году его получила одна из женщин, которая является, что, вот я горда тем, что она является россиянкой. Бонусы выплачиваются за, ну, премии, да, за выполнение, за определенный товарооборот дополнительный, так как, вы знаете, дополнительно 13-я зарплата, или вот у нас там 17 каталогов, 18-я зарплата. Есть выгодные программы. В той компании, где я работаю, ну, здесь вот написано, да, можно в лизинг взять автомобиль с определенного уровня, то есть, если вы выполняете план по продажам, платит компания за автомобиль, если вы не выполняете план по продажам, платите вы, но сумма очень достаточно лояльная, поэтому, в принципе, реально можно эту сумму заплатить. И вы берете автомобиль на 3 года, по-моему, а потом можете его выкупить по остаточной стоимости, что очень выгодно, потому что, ну, ни один банк не выдаст вам такого кредита на таких выгодных условиях, где он еще и сам будет платить за то, если вы будете выполнять план по товарообороту. Ну, вот такие Volvo XS40 дарятся, очень здорово. Есть еще, кстати, Volvo, которая дарится там выше класса, выше ранга. Еще одна из возможностей – это поездки за границу, то есть, компания может оплачивать поездку за границу, отпуск, причем отпуск практически там в течение недели. Ну, вот здесь вот на фотографии мы как раз находимся в Бразилии, это город Лио-Жанейро, мы как раз на экскурсии обзорные, вот здесь очень красивый вид на весь город открывается, и причем можно ездить в отпуск не один раз в год, а два или даже три раза в год можно ездить в отпуск, если вы хорошо работаете. Так, ну, что еще? Система обучения. Обязательно обращайте внимание на систему обучения. Вот здесь как раз фотография с Волгоградского семинара, куда меня пригласили выступить как лидера своей сетевой компании. Я рассказываю здесь о возможностях быстрого роста, о том, как, ну, в общем, делюсь своим опытом работы, что очень удобно. Вот в этих компаниях проводятся очень часто обучающие мероприятия, есть система работы, которой можно следовать, и очень-очень быстро выйти на тот уровень дохода, который вы сами себе нарисуете в тетрадке. Так, и что самое важное, здесь можно совершенно изменить свой стиль жизни. Вот так как, ну, первая мысль, которая пришла мне в голову, что, в принципе, большое количество людей любит путешествовать. Вот, например, я сейчас оказалась совершенно в другой точке России, на ее юге, хотя я живу на севере, воле и судьбы, я приехала выступить на семинаре, и вот меня приняла семья, очень гостеприимная, это Валентина и Сергей Чернявские, передайте им большой привет и большое спасибо. Знаете, эти люди, которые имеют уже доход на сегодняшний момент, они дважды бриллиантовые директора, это, по-моему, от 10 тысяч долларов бонус идет в месяц, да, поэтому здесь совершенно другой стиль жизни, то есть не надо утром подрываться по будильнику и бежать на работу, они ведут здоровый образ жизни, общаются с теми людьми, которые им нравятся, и у них замечательный дом, знаете, свой дом, но настолько так хорошо весь оборудованный, то есть все вот, все для жизни. Очень-очень здорово, понравился гостеприимный стол со здоровой пищей, вот это вечерний шашлык, мы приехали, шашлык из баранины, вот специально Сергей сделал для нас, мы ездили с мужем, и вот очень классно, что можете путешествовать, знакомиться с новыми людьми, приобретать новых друзей, учиться их опыту, их стилю жизни, вот это, я считаю, очень здорово, потому что если бы я работала в школе, я работала бы по найму до сих пор, то я никогда бы и Россию не увидела, так как я много путешествую на разных, в разные города, потому что проводится много различных семинаров, ну и вот, например, у Сергея и Валентина структуры есть в разных городах, они ездят вот по разным городам, еще работают. И вот здесь вот, что самое интересное, обратите внимание, это раннее утро, это Волга, и мы с ними, вот они каждое утро выходят на зарядку, вот есть такой вид спорта, называется скандинавская ходьба. Обратите внимание, что мы с палками, но лыж нет. Мы когда, кстати, выходили из дома, а у них дом, ну практически на окраине одного из районов города стоит, у нас даже, мы когда возвращались, машина остановилась с ребятами, и ребята говорят, а лыжи где? Специально вот вышли из машины спросить, а где у нас лыжи? Значит, этот, оказывается, вид ходьбы очень хорошо прорабатывает всю мышечную систему, весь мышечный корсет. Да, вы знаете, вот настолько прикольно, мне так понравилось, у меня, конечно, все мышцы болели, но я ведь сейчас занимаюсь спортом, хожу на пилатес, и поэтому, в принципе, тело подготовлено, но очень-очень такой интересный вид был спорта, и вот они каждое утро выходят на 5-километровую прогулку, а потом, как они говорят, заряд бодрости на весь день, то есть здоровый образ жизни. Валентина на 12 килограммов похудела, то есть перевела в норму свой организм. Очень здорово, ведь замечательная погода, общение, Волга, красивая природа, и все для здоровья, поэтому можно в корне поменять вот свой образ жизни. Ну и, в принципе, на этом у меня все сегодня. То есть я вам предлагаю, вот исходя из четырех возможностей получения дохода, выбрать все-таки для себя тот, который для вас будет наиболее интересен. Если вы все-таки выбираете работу по найму, то тогда выбирайте ту работу, которая приносит не только высокий доход, но еще и комфортные условия работы. Если вы выбираете малый бизнес, хотите работать на себя, но с чего-то ведь надо начинать, то тогда выбирайте те продукты и те услуги, которые еще не востребованы на рынке вашего города, ниша которых еще не занята. Их огромное количество можно найти в интернете. Если вы наберете, как заработать, например, в малом бизнесе или малый бизнес, просто найдете массу всяких идей, которые можно воплотить в жизнь. Если вы хотите построить большой бизнес, то вы можете подкопить денег, свою финансовую подушку наполнить и уже открыть какую-то, например, предположим, нанять людей, и открыть какой-то свой уже магазин или кафе или еще что-то. Но для этого нужно, конечно, иметь определенные знания и уметь иметь вот это чутье, нанимать других людей. Если вы хотите вложить деньги во что-то и заработать на них, то выбирайте обязательно те условия и те точки инвестирования, которые с наименьшими рисками идут. Так как, конечно, этот сегмент можно очень пролететь, потому что можно вложить деньги, но совершенно даже не вернуть их. Ну и вот если вы выберете систему мульти-левел-маркетинг, то есть систему MLM, то вы там научитесь работать во всех трех сегментах, кроме наемного работника, и у вас наверняка есть наставники, которые, вернее, вы наверняка найдете наставников, которые помогут вам это сделать. Поэтому если здесь есть люди, которые еще не знают, чем заняться, то я предлагаю вам, значит, если вас заинтересовала MLM-система, то написать лично мне уже. И, в принципе, можно даже создать будет клуб для того, чтобы делиться опытом. И я помогу вам достичь уже определенных результатов. Это касается только тех людей, которые сейчас не работают в MLM-системе. Если вы хотите расти, и тот, кто работает сейчас в MLM-системе, и вы хотите расти дальше, тогда вам нужно обратиться к тому человеку, который вас пригласил в этот бизнес, и уже попросить его, чтобы он вам помог это делать. То есть этот человек, совершенно верно, верно, называется информационный спонсор. Ну, а сейчас я готова ответить на ваши вопросы. То есть есть ли у вас вопросы? Так, если нет, пишите слово «нет», для того, чтобы я не ждала, да, потому что чат... Ага, все понятно, да? Хорошо. Значит, теперь я в конце вам поставлю ролик, очень классный ролик. Обязательно сейчас его посмотрите. Есть такой предприниматель, его зовут Дмитрий Горьев. Так. У него есть как раз песня про этот сегмент, вернее, про денежный поток. Сейчас я его попробую поставить. И на этом я с вами прощаюсь. Следующую среду Татьяна Соснина. Всем пока-пока. С вами была Наталья Невзорова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok